Добрый день уважаемые коллеги. Мы очень много говорили, конечно, о задачах стратегических по увеличению гражданского приборостроения, но попытаюсь как раз свой доклад увязать в корреляции и к этим задачам. Итак, сначала для тех, кто не знает немножко о том, почему Шваба и для чего Шваба. Шваба на сегодняшний день это российская холдинговая компания, которая объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли в сфере оптической науки и оптического приборостроения. Но сегодня это уже в современной терминологии мы объединяем под термином фотоника. В 2012 году как раз с учетом и в привязке к развитию гражданского приборостроения у нас был сделан ребрендинг и мы сделали ребрендинг из холдинга под названием оптической системы технологий в Холдинг Шваба. Подняли историю и действительно истоки идут в 1837 год, когда здесь были впервые в Москве основаны мастерские Теодора Шваба по изготовлению высокотехнологичной, высокоточной оптики и медицинского инструмента. Это и сегодня одни из лидеров в нашем сегменте гражданки. Итак, являясь центром компетенции в оптической науке фотоника, конечно же мы присутствуем в вышеперечисленных, представленных на слайде сегментах гражданского приборостроения, начиная от городского хозяйства, медицины, сельского хозяйства, ну и заканчивая такими как астрономия, авиационная, оборонная промышленность. Это безусловно все, что связано с оптико-электронными системами для авиации, морского там и так далее. Направление, это космическое приборостроение. Отдельный кластер у нас сейчас даже мы создали консорциум по развитию лазерных систем и комплексов на базе НИИПОЛЮС, который также является у нас технопарком в городе Москве. И на базе технопарка мы как раз привлекаем те самые стартапы для того, чтобы нам как-то загружать те имеющиеся технологические мощности наших предприятий. Фотоприемные устройства, оптические материалы, технологии, медицинская техника, светотехника. Но вот здесь очень укрупненно представлены те направления, о которых я сказал выше. В области медицинской техники, помимо того, что мы производим на сегодняшний день широкую линейку для перинатальных центров, реанимации, интенсивной терапии, мы сейчас в отдельный сегмент выделили все, что связано и входим в консорциум цифровое здравоохранение, все, что связано с диагностикой, восстановительной медициной, реабилитацией. Здесь вот как раз с коллегами нам есть о чем действительно позаимодействовать. Как раз отсюда, передвигаясь и всех приглашаю, у нас сейчас в Москве идет сегодня и завтра выставка Армс Хантинг. Это все, что связано с охотой и направлением оптики. У нас четыре завода производят на сегодняшний день оптические прицелы, ночники, тепловизоры и так далее. Она в гостином дворе, вот еще сегодня и завтра проходит эта выставка. Приглашаю всех желающих, там доступ свободный. Ну и, конечно же, все, что связано, о чем скажу ниже, предприятия располагаются, представлены на карте, безусловно, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Вологда, Екатеринбург, представлены на всей территории Российской Федерации. Есть четыре представительства за рубежом. Сегодня мы уже экспортируем 95 стран мира, имеем необходимые сертификаты СЕ, ФДА и так далее, если касается медицинской техники. Итак, подходя к тем или иным задачам, конечно же, мы идем от рынка. По-другому нельзя, о чем сейчас говорили коллеги. Смотрим, как развиваются мировые рынки. Ставя на производство те или иные комплексные решения продуктовой линейки, мы сразу ориентируемся и на конкурентноспособность на мировом рынке. Об этом уже много говорили. Конечно, это интернет вещей. Сегодня все взаимосвязано между собой. И уже и далее цифровые близнецы имеют такие тренды развития. Виртуальная реальность, дополненная реальность, носимые устройства. Сегодня мы без них уже не представляем свою жизнь. Беспилотные автомобили, дроны и так далее. Биохакерство, генетическое усовершенствование. Особо здесь, надо сказать, по медицине. Это имплантанты и все, что связано с увеличением продолжительности жизни. Конечно, искусственный интеллект об этом уже все много сказали сегодня. Многоверная печать, радикальные атомы. На примере умного безопасного города, как звучит сегодня моя тема, конечно, умный город много сегодня различных понятий, подразумевает много различных групп, различных консорциумов. Тема, конечно же, актуальна, потому что сегодняшний город, в котором используются цифровые, невозможен без использования цифровых и сенсорных технологий, решений, позволяющих справиться с растущими потребностями. И мы как раз, учитывая, что тот или иной искусственный интеллект, он откуда-то должен получать информацию. Это как раз наша задача в части фотоники, сенсорики, оптики. Это все, что мы на сегодняшний день уже производим. Итак, мы умный город видим вот в данном, как представлено этой диаграмме, в центре, конечно же, это жизнь человека. Она должна быть безопасной, она должна быть комфортной, если хотите, умной и так далее. Значит, из чего у нас? Мы разбили укрупненно на четыре элемента. Конечно же, невозможен сегодня любой крупный город, и такой город, как Москва, без управления транспортными потоками. Поэтому мы создаем аппаратно-программные комплексы, которые позволяют так или иначе решать эти задачи. И сегодня мы, в частности, как один из примеров, уже в городе Москве обеспечиваем эксплуатацию транспортной интеллектуальной системы и поставляем те или иные технологические решения. Это управление транспортом, система контроля, управление пассажиропотоком, умные парковки, жилищно-коммунальное хозяйство. Это мощный сегмент, это как раз то, куда мы в рамках радиоэлектронного кластера ставим для себя задачу с точки зрения поставок наших решений. Это объем рынка, который еще сегодня отечественными решениями до конца не заполнен. Это и освещение, и системы счета интеллектуального потребления и так далее. Городские услуги, ну и, конечно, умные здания. У нас на сегодняшний день имеется единая интеграционная платформа, которую мы целиком предлагаем тому или новому региону, либо субъекту, который уже в себя включает и транспорт, и ЖКХ, и безопасность, туризм. Для некоторых регионов у нас это очень актуальное направление, социальная сфера. И туда можно добавлять и остальные направления, такие как, допустим, здравоохранения, как пример. Существуют вызовы у регионов у наших с точки зрения повышенной смертности в ДТП, загрязненности экологии. И вот с помощью внедрения таких интеллектуальных транспортных систем, тех решений, мы должны эти задачи решать. Возвращаясь к стратегии Ростеха, как раз таки базируясь на тех компетенциях, которые у нас уже сегодня имеются в радиоэлектронном кластере, а Холдинг Шваба входит в радиоэлектронный кластер. Это более 230 предприятий. На самом деле у нас очень много чего есть. В автоматике все, что связано у нас со средствами защиты информации, передачей данных, хранения данных, IT, телекоммуционные средства и так далее. Росэлектроника, на сегодняшний день задачи там стоят серьезные с точки зрения развития производства собственной электрокомпонентной базы. Ну а на базе уже всего того, что я ниже сказал, мы у себя в Холдинге производим уже какие-то конечные продукты. Сегодня уже широкая линейка, светофоры, контроллеры, камеры, детекторы. Это все производится у нас. И, конечно же, все увязывается в программное обеспечение, объединяется теми или иными аппаратно-программными комплексами. Итак, имея функционал продукта, по которому мы идем, конечно же, от рынка, от тех задач, которые нам ставит на сегодняшний день, и в том числе и в части выполнения поручений правительства и президента. Есть архитектура проекта. И дальше уже разбиваем на те или иные шаги внедрения реализации. Начинается все с анализа текущей ситуации на регионе, что есть. А дальше мы говорим, что для того, чтобы решить так или иначе, давайте реализовать поэтапно следующие шаги. Буквально три недели назад в рамках Российско-Сингапурского делового совета были в Сингапуре, смотрели, как у них реализованы те или иные умные решения. И они в свое время, Москва начинала тоже, знакомилась, ездила в Сингапур в 2008-2009 год, делегации Москвы посещали Сингапур. И когда мы рассказали, что мы делаем, они уже были с ответным визитом на этой неделе у нас. Кое в чем, у нас даже уже Москва намного сложнее, чем Сингапур как таковой город. Есть определенные даже, так скажем, интересы для них. Предлагая эти вещи, конечно же, на сегодняшний день могу сказать, в регионах, в городах нет денег. Конечно, их нет. Поэтому мы, ориентируясь на те или иные задачи, формируем долгосрочные отношения и с регионами, и с городами. И предлагаем инвестиционные инструменты, такие как контракты жизненного цикла, концессионные соглашения, что сегодня уже имеется в рамках нормативно-правовой базы. И поэтому, комбинируя там концессии с контрактами жизненных циклов, есть генерирующий доход субъекта под системы и комплексы, такие как фото-видео фиксация, весогабаритный контроль парковки. За счет поднятия в бюджет доходов с данных систем мы их можем реинвестировать и закрывать задачи по тем системам, которые на сегодняшний день являются в чистом виде расходной частью. Невозможно решить те поставленные задачи, не сотрудничая на сегодняшний день как с российской научной школой, образовательной школой. И мы активно взаимодействуем с различными в части и политехническом, машиностроении и, конечно же, в медицине со всеми ведущими нашими научными, образовательными, федеральными, различными центрами. И, конечно же, взаимодействуем с мировыми лидерами. Ростех у нас действительно от железа к интеллекту, и один из наших, опять-таки, миссий – это Ростех-партнер в развитии. Поэтому приглашаем партнеров к взаимосотрудничеству, чтобы решать те задачи, которые между нами поставлены. Спасибо. Вы знаете, тут программных, они абсолютно разные. Потому что, ну вот я не буду здесь, чтобы, опять-таки, не тень на плетень, потому что, ну, для обработки там сигналов видео одни платформы, для объединения в общую, допустим, там, по медицине, чтобы это все у нас входило в единую государственную систему, в ЕГИС и вторые. Ну, я скажу так, нам еще есть, чтобы к блокчейну куда идти. Еще есть. Есть над чем работать. Не до конца. Не до конца еще блокчейн используется. Очень мало пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...